Апелляция в Уголовно-процессуальном кодексе, УПК. Конституции Российской Федерации оговорено право осужденного на пересмотр вынесенного ранее приговора вышестоящим судом. Право закреплено из Т-50 Конституции РФ, а порядок обжалования и ход процедуры предусмотрен УПК РФ. До января 2013 года каждый подсудимый мог рассчитывать на две категории проверки обоснованности, законности и справедливости вынесенного судом по уголовным делам приговора, решение которой еще не вступил в силу, а именно в апелляционном и касационном суде. Но в 2010 году был выдан ФЗРФ номер 433, определяющий значительные изменения в уголовном судопроизводстве. В январе 2013 года он вступил в силу. Согласно правкам, внесенным в УК РФ, в России на момент 2018 год, действует единственная форма проверки приговора – апелляционная. Поэтому имеет смысл разобраться с тем, что такое апелляция УПК и какие основания для ее подачи предусмотрены законом. Право на апелляцию для каждого осужденного оговорено в УПК РФ. Понятие апелляции УПК РФ. Нельзя обеспечить 100% безошибочность уголовного судопроизводства. Принимаемые вердикты и решения первыми судебными инстанциями в 34% случаев основаны на ложных показаниях, неподтвержденных фактах. Ошибках следствия, прокуратуры и защиты. Чтобы исключить ошибки, возникающие по причине человеческого фактора, уголовно-процессуальное законодательство предусматривает несколько форм проверки или пересмотра как вступивших, так и не вступивших в силу приговоров. Согласно УПК РФ апелляции, гарантия справедливости судебного вердикта, предполагающая полную или частичную, соответственного поданной, жалобе, перепроверку установленного низшим судом решения. Если речь идет о пересмотре правомощности вердикта, еще не вступившего в силу, имеют в виду именно апелляцию. Синонимы слова обжалования и оспаривания. Проверке подлежит не сам приговор, а его правосудность, мотивированность, законность, справедливость и обоснованность. Это установлено статьей 389.9 ОПК России. Позицию перепроверки правосудности с 2012 года поддерживает и Верховный суд РФ. Факт зафиксирован в пункте номер 1 постановления Пленума. Обжалуются вердикты судов первой инстанции после подачи осужденным жалобы в вышестоящую инстанцию. Апелляция, вторая стадия судебного производства. Важно, апеллировать можно не только решение судов первой инстанции, а спариванию подлежат и приговоры апелляционного, надзорного и касационного суда. Но во втором случае обжалуют вердикты, вступившие в силу, сущность апелляционного производства по уголовному делу. Процедура обжалования, вторая стадия уголовного процесса, направленная на выявление наличия или отсутствия юридических следственных. И фактических оснований для изменения приговора или его отмены. Итоги оспаривания не предполагают полную или частичную замену вердикта. Он может остаться неизмененным, а может быть и отменен вовсе. Таким образом, производство по оспариванию наказания в уголовном процессе, повторное рассмотрение судебного дела в первичной инстанции. Важно! Апелляционная жалоба и представление не являются основанием для определения объема и методов проверки. Доводы берет во внимание, но суть пересмотра устанавливает Высший суд. Образец апелляционной жалобы. Основания для подачи апелляции. По нормам УПК подать апелляционную жалобу можно при наличии следующих оснований. Несправедливое вынесение приговора, наказание слишком строгое или мягкое. Неточность выводов, сделанных судьей причины могут быть разные, ложные показания, неуточненные факты ИД. Д. Нарушение статей и норм Уголовно-процессуального кодекса. Неграмотное или некорректное использование статей закона. Следственные. Или юридические ошибки, допрос без адвоката, нарушение гражданских прав задержанного и прочее. Представление или жалоба будет рассмотрено и при появлении новой доказательной базы, выявлении ошибок следствия и т.д. Но основания, перечисляемые в жалобе, должны быть подтверждены доказательствами и не нарушать УПК РФ. Кто вправе подать апелляцию? Статья 320 Гражданского процессуального кодекса предоставляет право обжаловать вердикт, вынесенный первой инстанцией, следующим лицам. Осужденному до момента вступления наказания в силу. Оправданному. Защитнику подсудимого, оправданного. Прокурору, который участвовал. В процессе первой инстанции, не присоединившиеся к ходу разбирательства, привлеченным к процессу уголовного разбирательства, подать апелляционную жалобу имеют право те лица, кого затрагивает вердикт. Важно. Возбудить апелляционное производство, согласно УПК, могут и не привлеченные к суду граждане. Их право описано в 4 части 13 статьи ГПК РФ и в 3 части статьи 320 ГПК РФ. Здесь говорится о том, что лица, не привлекаемые к судопроизводству, могут подать жалобу в том случае, если решение первой инстанции затрагивает их обязанности и право. Можно ли подать апелляцию в ходе судебного процесса? Суть апелляции – оспаривание вынесенного наказания, с которым не согласен осужденный по каким-либо причинам. До момента установления приговора сам смысл выявления нарушений в уголовном деле упраздняется. Поэтому апелляция ПСТ-354 ВПК РФ подается в установленный законодательством срок после вынесения вердикта, но до момента вступления его в силу. Что такое апелляционное представление? Прокурор, ведший дело также в праве возбудить производство по обжалованию установленного вердикта. Для этого ему нужно подать соответствующее представление в суд высшей инстанции. Это право определено статьями 34 и 45, 320 и 331, 327 ГПК РФ. Перечисленные статьи Гражданского процессуального кодекса разрешают прокурору подавать представление и на участие в деле по жалобе осужденного, оправданного. Важно, осужденный или его представители вправе подать возражение на поданное прокурором апелляционное представление по уголовному делу в установленной ФЗ сроке. Суть прокурорского представления в возбуждении пересмотра уголовного дела с целью отмены или чаще изменения меры наказания. Если при подаче жалобы осужденный хочет добиться смягчения вердикта, например, строгий режим заключения сменить на общий, то прокурор. Усиление меры наказания. Образец возражения на апелляционное представление прокурора. Какие сроки даны на обжалование приговора по уголовному делу? В статье 395 УПК РФ оговорен порядок и сроки подачи документов на оспаривание решения суда. Жалоба должна быть предъявлена не позднее, чем через 10 дней после объявления вердикта. При подаче бумаг лицом, находящимся под стражей, отсчет 10-дневного срока начинается с момента получения им копии вердикта. Образец документа представлен выше. В аналогичные сроки подается и апелляционное представление прокурорам. Важно, жалобы и представления нужно отправить в ту судебную организацию, где был ранее вынесен вердикт по делу. При этом в документе следует указать причины просрочки, сущность уголовного дела и прилагаемые бумаги. И если недельный срок пропущен, то осужденного есть возможность подать прошение о его восстановлении. Оно будет принято, если причина задержки уважительная. Медицинское лечение. Задействование защитника в другом процесс, который нельзя. Перенести. Несвоевременное получение копии вердикта. Отъезд и прочее. Образец заявления на восстановление срока подачи апелляции. Важно, при непринятии судом причины в качестве уважительной прошения будет отклонено. Совместно с жалобой подается полный пакет документов, включая квитанцию об уплате госпошлины. Порядок рассмотрения апелляции и ее последствия. Первоначально поданное осужденным апелляционное обжалование, согласно УПК РФ, должно быть рассмотрено вышестоящей инстанцией. Верховный суд завершит первый этап за 45 суток, суд субъекта РФ – 30 суток. В районном суде жалоба должна рассматриваться не более 15 дней. Обычно сроки значительно короче – от 5 до 14 дней. Последние редакции статей УПК, касающиеся апелляции, и комментарии к ним описывают частичные случаи увеличения. Срока рассмотрения документов. Рассмотрев представление прокурора или жалобу осужденного суд высшей инстанции, назначит дату повторного слушания, оповестит всех, участвующих в процессе, заново разберет представленную доказательную базу, вынесет приговор. В ходе производства в суде высшие апелляционные инстанции в уголовном процессе могут открываться новые факты. Но их будут рассматривать с точки зрения грамотности вынесения меры наказания. Результатом процесса может быть как отмена приговора, так и его изменение. Основная отличительная характеристика апелляционного суда – разбирательство дела ведут три судьи. На момент процесса исполнения вердикта, вынесенного первой инстанцией, будет приостановлено оспаривание приговора, трудоемкое дело, осложняемое регулярным внесением комментариев и правок к статьям УПК РФ. Поэтому помощь специалисты при составлении бумаг не будет лишней.